Первый съемочный день. На площадке не протолкнуться. Выставляют свет и устанавливают камеры. За 12-часовую смену группа успеет отснять всего полторы минуты готового материала. Поэтому главному герою фильма под рабочим названием «Лапландия» в кадре расслабиться не дают. А вот юная актриса пока наблюдает со стороны. «Тут создали такую площадку, где можно сняться на конец фильме. Я осуществила свою мечту». По сюжету девочка считает, что чудес не бывает. Но брат помогает ей поверить в новогоднюю сказку. До конца января планируют отснять материал сразу для двух фильмов. Хронометраж каждого из них составит около 20 минут. Все съемки пройдут в пределах Нефтекамска. «По всему городу мы будем снимать. Будут проезды, будут проходки по улице. Мы попросили администрацию города не разбирать пока елки. Будут и с елками связаны история вся в городе». Сценаристы и авторы проекта Регина Галиакбарова и Альбина Басирова. Обе девушки из Нефтекамска. И им не впервые работать на съемочной площадке. «Вообще мы реализуем проект кино всем детям. То есть, мы планируем в будущем снимать короткометражные фильмы для детей. И у нас пришла идея. Это очень давно. Мы уже с лета как бы начали думать, что нам снять. И все-таки мы решили снять новогодний фильм, потому что в Башкирии пока такого проекта нету». Сценарий вообще переписывался приблизительно 6-7 раз. И, соответственно, сейчас по ходу действия как бы съемок где-то что-то меняется. Ну, по диалогам или технической части. На всю подготовку, начиная от начала до конца, начиная от идеи и завершением технической части прошло приблизительно полгода. В качестве площадки был выбран обычный жилой дом в Михайловке. Сейчас здесь царит хаос и беспорядок. И только на съемочной площадке все выверено до мелочей. Все под контролем режиссера фильма, который без раздумий взялся за проект. Что касается истории, мне понравилось именно то, что новогодняя. Я сразу вспомнил «Один дома». Фильмы мне очень нравятся. Я на них вырос. Мне нравится атмосфера там и так далее. И перед тем, как его снимать, я посмотрел, естественно, фильмы заново. «Матильда» 1996 года, «Один дома» все части. То есть, мне нравится эта история. И поэтому решил взяться в эту историю. В ближайшие полгода к фильмам напишут музыку, поработают со звуком и картинкой. Премьеру фильма планируют в декабре этого года. Ну, а пока на нашем канале можно посмотреть еще одну картину, созданную в рамках проекта «Кинодети». Фильм «Посланием сияет Новый год». Александра Котикова, Никита Веприков. Время новостей. Фильм «Посланием сияет Новый год». Продолжение следует...